Привет, друзья! Существует такое высказывание, как лодку назовешь, так она и поплывет. Сегодня говорим о том, как придумать название компании, что такое дескриптор и слоган. С вами Инфогнездо, съедобный бизнес. Мы начинаем! Название компании играет огромную роль в вашем бизнесе. Поэтому на этом нужно сфокусироваться и придумать классное креативное название. Сейчас поговорим о нескольких вариантах и методах, как же его придумать. Первое, это очень популярное в прошлых веках, и в принципе сейчас тоже люди пользуются этим методом. Это имя и фамилия основателя компании, либо основателей компании. Примером может быть Chanel, Ford, Procter & Gamble и много-много других названий. Следующий метод – это комбинация слов. Она может быть отражать смысл вашей компании, ваших продуктов и так далее. Примеры – это MasterCard, 7-Eleven, игра чисел в том числе. И яркий пример – компания, всем известная Adidas. Адольф Дасслер, владелец компании и основатель. В молодости его как раз называли Adidas, сокращенно его друзья. Соответственно, он, недолго думая, именно так и называл свою компанию. Следующий метод – это ритмичная рифма. Это словосочетание, которое очень легко произносят, и оно откладывается в голове. Примеры – это Coca-Cola, Tic Tac, Shake Shack и много-много других компаний. В принципе, в самом названии нет такого-то смысла, но оно очень легко запоминается. Следующий метод – ассоциации. Это когда ваше название ассоциируется с чем-то понятным всем вокруг. Примеры – это Puma, это Jaguar, это Fujifilm, когда компания названа из двух слов в честь вулкана Fuji в Японии. И, к примеру, непонятное нам слово Adobe тоже произошло от реки, где жил основатель. Именно так в честь нее он и назвал всем известную мировую компанию. Следующий метод – это аббревиатурное название. Когда название вашей компании довольно длинное, и оно не вписывается ни в какие рамки, его сложно произносить, оно очень долгое и несозвучное, тогда люди приходят к тому, что создают аббревиатуру из слов в названии. Примерами может быть IKEA, BMW, Kentucky Fried Chicken KFC и много-много других тоже нам известных компаний. Следующий метод – это загадочные, несуществующие или малоизвестные названия. Примерами могут быть такие известные бренды, как Nivec. Это в переводе с латинского означает «белоснежный». Либо же Dell с корейского в переводе означает «большая вселенная». Либо же Mazda бренд автомобиля, который в переводе означает «часть имени зороарийского бога жизни Азура Мазда». Следующий метод очень популярен. Называется топоним. Когда в названии используется название локации, геолокации, либо любого другого места. Примерами есть такие бренды, как «Водка Финляндия», «Ликер алкогольный Малибу», «Пиво Черниговское» и много-много-много других. Используя все перечисленные методы, придумайте более 100 вариантов названия вашего бренда. И вот вам ниже в описании несколько линков для онлайн-генераторов слов. Не благодарите. После этого необходимо отфильтровать из вот этой кучи слов нужные вам. И первым шагом будет проверка в интернете на существующие уже компании с похожими названиями, либо же вообще с такими же названиями. Вот приведу вам один пример. Ко мне как-то обратился клиент и говорит, я хочу назвать ресторан «Дзен». Мы вместе с ним зашли в интернет и выяснили, что по слову «Дзен» больше тысячи вариаций названий спа-салонов, массажных салонов, ресторанов, там всяких азиатских практик, йога-сессий и так далее. Соответственно, в создании компании под названием «Дзен» у вас будет огромная конкуренция, и люди вряд ли будут ассоциировать именно ваш бизнес с этим названием. После фильтрации у вас останется порядка 30 лучших вариантов. Следующим этапом будет создание фокус-группы из людей, похожих на вашу целевую аудиторию. Именно они помогут вам путем голосования выбрать самые лучшие варианты. Когда же у вас, наконец, останется меньше 10 выбранных лучших вариантов, начните проверку на хэштеге в социальных сетях, название страниц и свободные домены. Вероятно, после этой проверки останется лучших подходящих вам 2-3 варианта. Вот именно из этих вариантов уже и выберите то, что вам ближе всего. Если название не несет в себе объяснительную функцию, вам необходимо придумать дескриптор. Дескриптор – это понятное, сжатое описание, вместительное описание вашей компании и чем вы занимаетесь. Любому бренду с просто названием, либо с названием и дескриптором для продвижения необходим слоган. Слоган – это фраза, либо словосочетание, которое будет ассоциироваться именно с вашим брендом. Друзья, хочу напоследок сказать, что название вашего бренда играет очень-очень важную роль в деятельности вашего бизнеса. Но не забывайте о том, что никакое название не сделает вас знаменитым и не построит вам классную репутацию, если вы не будете продавать ваши качественные продукты, либо услуги по вменяемым ценам. Поэтому фокусируйтесь на построении вашей репутации, на построении ваших взаимоотношений с вашими потенциальными клиентами и любое название станет культовым и легендарным. Ну а с вами был Андрей Сунко. Ставьте лайк этому выпуску, пишите ваши комментарии, что бы вы хотели добавить и, конечно же, оставайтесь с нами. Съедобный бизнес. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok